Приветствую вас, дорогие мои! Сегодня я хочу поговорить об аналогах декоративной косметики. Это будут бюджетные аналоги люксу. Я очень люблю снимать такие видео, потому что многим они помогают экономить, а также справляться со снобизмом. Я знаю, что многим довольно тяжело приобрести что-то бюджетное, и прежде всего психологически тяжело. В этих видео я хочу показать вам, что бюджетной косметики не стоит бояться. Очень часто бюджетная косметика оказывается практически полной копией очень дорогим люксовым средством. Я думаю, что в дневном освещении все средства будут выглядеть более натурально, и все цвета будут передаваться правильнее. И предлагаю начать с метеоритов. Думаю, у многих они есть. У меня из старой линейки. Отличаются от новых тем, что они более мелкие. Зелёные, белые и розовые шарики я отсюда вынула, пользуюсь ими отдельно. Ни для кого не секрет, что метеориты дают свечение. В общем-то, и не всем оно нравится. Из-за этого недостатка, не знаю, виден он вам или нет, этих блёсток очевидных. Не все любят метеориты, однако они дают приятный лоск такой кожи, лёгкое свечение, если наносить их сразу же, как финишную пудру по окончании макияжа. На заметку, если вам не нравится блеск в метеоритах, вы можете перламутровые и блестящие шарики вынуть и использовать дальше, как финишную пудру. Блёстки гораздо виднее на вот этой коробочке, которую я предлагаю вам в качестве замены метеоритам, где свечение более деликатное. И вот таких явных блёсток, да, вот которые вы сейчас замечаете на этой коробочке, я снимаю с пальчика, вот видите, сколько блёсток, которые дают метеориты. Это очень и очень бюджетная косметика японская, масс-маркет, мини-со. Я показывала вам её в своём влоге. Очень красивые упаковки, как вы видите. Здесь нет закрывающей такой поверхности, поэтому я полностью не стала открывать и вам тоже не советую. Вы увидите, насколько более деликатное, тонкое такое свечение. Тут всё же в блёстках метеоритов. Новые метеориты гораздо сильнее похожи вот на эту пудру по финишу. Но, однако, они имеют вот такие вот всё равно блёстки, которые потом разлетаются по коже, по всему лицу. Наверное, вот так на пальчике лучше будет видно, какое приятное свечение она даёт. Make Up Beauty Queen Collection Lose Puder. Это бесцветная пудра. Также там есть и компактные. Информации о брендах и о том, где можно их приобрести, я буду оставлять вам в описании к этому ролику. Следующая не менее знаменитая пудра от Dolce & Gabbana. Это Ева 3. И, к сожалению, так же, как в метеоритах, у неё в составе есть блёстки, однако здесь меньше блёсток, то есть они такие более деликатные. Она тоже имеет тон, однако этот тон мне подходит больше, чем метеориты. Вот такое вот вполне деликатное, приятное довольно свечение. Пудра, конечно, очень дорогая. Многим она очень нравится, и многие используют только её. Однако у меня есть два потрясающих аналога. От Эвелайн Косметикс. Эта пудра содержится вот в таком наборе Glam Duck. У меня в номере 57. Упаковка, конечно, не вечная, она не такая красивая. Она будет откалываться, если вы чуть-чуть её приложите. Но пудра тут совершенно волшебная. Если вот так растерить, посмотрите, какое красивое свечение получается. Эвелайн, это называется хайлайтер пудровый. Всё-таки это больше похоже на пудру, но, конечно, для жирной кожи будет это хайлайтер. И теперь давайте посмотрим также близко второй вариант. У меня в номере 21 Ивари. Неплохая пуховочка. Смотрите, как она красиво оформлена. И сразу же видно, что она светится. Вот такое вот красивое свечение. Этот вариант более перламутровый. Кто хочет прям такой явно перламутровый финиш, вот берите вот эту пудру. Эвелайн дешевле в 10-15 раз. Теперь поговорим о бронзере. Вот такой у меня есть бронзер от Dolce & Gabbana. Sunshine 30. Она довольно сильно рыжит. Дает такое лёгкое свечение. Немножко, конечно, рыжеватый, но, в принципе, летом я его использую. И именно вот за свечение он мне нравится, вот такое лёгкое. То есть он не просто пудровый, а чуть-чуть светится. Вот именно этим Dolce & Gabbana мне нравится тем, что у них есть такая лёгкая подсветка. И тут на поле выходит тот же самый пресловутый Эвелайн. Тоже бронзер с лёгким свечением. Посмотрите, насколько они похожи. Но вот с трудом я могу отличить, где какой, честно вам скажу. Это Эвелайн. А это Dolce & Gabbana. Если не можете себе позволить Dolce & Gabbana, приобретайте Эвелайн, и никто не заметит отличия. Сегодня его, как вы видите, много, этого бренда Dolce & Gabbana. Perfect Revitalift Foundation. Увлажняющее такое ухаживающее средство The Life Foundation. То есть такое дневное, естественное средство. Здесь есть SPF 25. Как вы видите, он у меня в мини-версии, вот с такой лопаточкой. В принципе, то, что у него есть лопаточка, для меня как раз очень удобно. Потому что я вначале вот так на руку наношу и только потом уже переношу на лицо. Он кажется вначале желтоватым, но потом он очень хорошо расходится и подстраивается под цвет кожи. Очень тонкое покрытие. Он не сильно наслаивается, вот такой полупрозрачный. Очень похожим средством по консистенции и в таком же ощущении увлажнения. Точно такой же дымчатости нанесения является средство от Avon Calming Effect. Конечно, здесь нет SPF, к сожалению. Illuminating, то есть слегка подсвечивающее. И по своему финишу они очень похожи. И по прозрачности. Легкое-легкое такое дает ощущение подсветки. Ну и, конечно же, неплохое увлажнение в течение дня для сухой и взрослой кожи идеально. Опять же, эффекты очень похожи. И те, кто не может позволить себе Dolce & Gabbana или хочет просто попробовать что-то новое, можете попробовать Avon. Поговорим о румянах. Буржуа, конечно, не самый дорогой бренд. Но, тем не менее, для кого-то и 500 с небольшим рублей окажется решающим. И он, естественно, выберет при условии очень похожей фактуры и цвета более дешевые румяна. А в данном случае, как вы видите, это номер 16 Rose Coop. Это персиковые румяна с легким перламутром. Но если вы хотите приобрести румяна в два раза дешевле, в некоторых случаях даже и в три, то я покажу вам сейчас два аналога. Вот этого самого оттенка. Очень похожие румяна вы можете приобрести на сайте iHerb. Стоят они 100 с небольшим. Это бюджетная косметика американская, эльф. Название этих румян будет звучать так. Тикл Пинк. Имеют чуть более персиковый, менее интенсивный оттенок. Если растушевать одни румяна, буржуа и другие более бюджетные, это эльф, то в итоге вы получите один и тот же персиковый, как вы видите, оттенок на коже. Следующий промежуточный по цене вариант румян, это российская косметика Ева Мазай. Все номера оттенков и названия, также где можно будет их приобрести, я оставлю вам в описании к этому ролику. По оттенку эти румяна более похожи на румяна от эльф, как вы видите. В итоге, если их разнести вот так тонко и втереть слегка красивый, тонкий такой сатиновый финиш. Ева Мазай, номер 16. И это все три цвета вместе. Выбирайте по своему вкусу, по фактуре, по цене. Но в итоге все эти румяна очень похожи при нанесении на лицо. Давайте поговорим о транспарентных карандашах. Invisible Lip Liner от Sally Hansen. Как вы знаете, косметика Sally Hansen. Средства для ногтей и частично какие-то декоративные средства, которые стали выпускать Sally Hansen, недешевые. Абсолютно невидимый прозрачный лайнер. Для чего он нужен? Он нужен тем, у кого растекается помада и попадает в морщинки. То есть, это идеальное средство для возрастного макияжа, либо для вечернего макияжа с темной красной помадой. Когда вы не хотите, чтобы ваша помада зашла за контур губ. Это восковый карандашик. Он у меня, как вы видите, уже заканчивается. Вы обводите просто по контуру все губы, когда они еще чистые, не накрашенные. И затем уже наносите помаду. Также им можно заштриховать полностью все губы, сделав как бы подложку под помаду. И тогда она уже точно не будет у вас растекаться. Но платить такие деньги не обязательно. Сейчас уже появляются в различных брендах такие карандаши. И вот, в частности, аналог от фирмы Диваж. Это российская компания Транспарент Лип Лайнер. Он выравнивает текстуру губ, у кого есть морщинки. Вот это очень хорошее средство. Ну и по стоимости они разнятся примерно в 2-3 раза. Продолжая тему карандашей, лайнеров, я хочу показать вам вот такой карандаш. Он мне очень нравится. Это Дольчен Габана. Модный, красивый цвет в таком зеленом подтоне 16-й. Карандаш имеет вот такую губку, такая резиновая. Но не очень, конечно, ей удобно пользоваться, поэтому я ее не использую. Смотрите, какой у него замечательный глубокий такой зеленый цвет. Он чуть-чуть металлик, ну буквально слегка. Очень-очень красивый. Это такой глубокий, очень интеллигентный зеленый. Если вы не можете позволить себе платить за карандаши от 1000 рублей и выше, то вы можете, в принципе, всегда приобрести Art Deco. В магазине Подружка я этот карандаш приобретала. Это номер 20, Soft Eyeliner Waterproof, то есть это водостойки. Как вы видите, Дольчен Габана тоже довольно устойчивый. Он слегка-слегка переносится, когда он свежий, на пальчик, ну буквально немного. А далее он уже подсыхает и становится очень устойчивым. Он чуть-чуть имеет другой оттенок, но в целом он тоже слегка-слегка металлик. Ну и если этот карандаш от Art Deco слегка растушевать, как вы видите, очень сложно понять, какой же карандаш в итоге где. То есть цвета становятся очень-очень похожими. Естественно, цена, ну примерно в 5 раз меньше у Art Deco. Результат практически одинаковый. И, может быть, представители Дольчен Габана меня после этого возненавидят. Простите меня, я очень люблю ваш бренд. Но в действительности я нашла очень-очень много похожих оттенков и текстур. Это карандаш номер 12 Дольчен Габана. Розовое золото. Опять та же самая не очень удобная кисточка. Не знаю, как назвать спонжик. Он такой прорезиненный. Оттенок, как вы видите, очень богатый, красивый. Это розовое золото. Такое, переходящее в персиковый даже оттенок. Пробуем воспользоваться вот этой не очень удобной губкой. Да, видите, она плоховато, конечно, тушует. Красивый оттенок. И, в принципе, им одним можно выполнить целый макияж глаз. Но, опять же, если вы хотите попробовать что-то новое, или, например, вы не можете позволить себе Дольчен Габана, присмотритесь, пожалуйста, вот к этим теням. Shadow Entliner Waterproof от Essence. Выкручивающийся такой вот вариант, видите. Чуть более персиковый вариант – это Essence. И, соответственно, чуть более розовый – это Дольчен Габана. Чуть-чуть, опять же, растушевать Essence. Вот так, как сделала сейчас я. Вы разницы практически на глазах не увидите. То и другое средство очень и очень стойкое. И Essence я могу наносить даже без базы. Нужно очень быстро растушевать вот Essence. Они очень быстро застывающие такие тени. Кстати, для жирных век отлично. Я буду рада, если это видео окажется для кого-то полезным, и вы откроете для себя что-то новое, или просто сэкономите. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Также жмите колокольчик здесь, наверху, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо большое, что были со мной. Я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!